Добрый день, друзья. Недобрый день во мне, друзья. Вчера сказал «Босква. Доверие» от эфира была в беседу с Михаилом Михайловичем Швызким, бывшим министром культуры. Он не совсем в этом качестве был у меня в гостях, но, естественно, мы говорили и о его работе, в бытность министром. Почему? Потому что у меня в рамках этого же проекта «Золотая рыбка» была беседа с Николаем Бурляевым, который очень жёстко и резко отозвался у Михаила Ихимовича. Я не знаю вообще всех нюансов и не изучал этот вопрос. Поэтому у меня нет своего мнения по этому поводу, кто из этих двух оппонентов на самом деле прав. Это, наверное, какая-то комиссия должна заниматься именно как-то. Социально обученные люди должны давать оценку, потому что было сделано и сказано. Я просто как наблюдатель и как журналист оставлю здесь два фрагмента. Первый из моей беседы с Николаем Бурляевым, в которой ещё расскажу о Денину Швыдкова в множестве чашких грехов. И, условно говоря, ответ Михаила Ихимовича Швыдкова своему неприятелю, плынуть за водичь и свадьими временами. Я Швыдкова знаю только вот с этой позиции. Ровно как Бурляева, с позиции интервьюера. Как человека я его охарактеризовать не могу. Могу охарактеризовать его как собеседника. Ну и отчасти из-за бутильника приходилось бывать за столом на самых разных мероприятиях. У нас очень много общих знакомых. Он человек бесспорно эрудированный. Конечно, обаятельный, умница. но его роль оценить на этой позиции, я просто ещё раз повторю, не могу. С министрами культуры у нас вообще отдельная песня. И далее, как позавчера, я у Стаса Садальского в его телеге прочитал, что новый министр культуры правительства Москвы, которого пригласили на празднование 90-летия Марка Анатольевича Захарова, поинтересовался, какие цветы предпочитает именинник. То есть получается, что министр культуры не знает, что культовый режиссёр, основатель того линкома, который мы знаем, уже не с нами, то он несколько лет назад умеет. Трудно в это поверить. Стас Садальский такой, такой феш-тоннаж, который ради красного слава садит и любит отца. С другой стороны, допустить, что он просто эту историю выдумал, тоже сложно. Песня совсем не о нём. Не остались Садальского и не о новом министре культуры московского правительства. Не знаю, как там. Просто действительно со всеми министрами культуры и с нынешней, с любимой, и с её предшественником, скединским всё время заключаются к таким историкам всё время и с претензией в общественности. И справа, и слева. Ещё раз читаю, нужно подчеркнуть, что мне нехороший, такой, по-человечески, симпатичен. И опять же, ещё раз скажу, что я не знаю, прах или нет бурля. Здесь очень много, наверное, зависит от того, каких позиций придерживают служители вики и какие выводы он, соответственно, сделает. Я с вашими комментариями как всегда знаком. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая репортация». После того, как Ельцин издал закон о том, что государство не должно никак вмешиваться в вопросы культуры. Всё отправили в поток все дозволенности. Делайте, что хотите. Я беседовал с одним прежним министром нашей культуры, и я ему прямо говорил, зачем вы поддерживаете вот эти выставки так называемой современной живописи, где куры гадят на голову Льва Толстого, а посетителей заставляют практически топтать евангельские тексты, проецируемые на пол. Вот на пол проецируется, и люди ходят по евангельским текстам. Он мне ответил, этот министр, должны цвести все цветы. Я говорю, ну, зачем помогать сорнякам? Зачем? нужно здесь очень задуматься нашему руководству, государству, потому что от министра ничего практически не и не и не зависит, не может наш министр, какой бы он прекрасный не был, это регулировать. Они только дают деньги, о чем и говорил прежде Мединский, что, ну, а что, когда его покритиковали за то, что он там что-то такое придавливает, он говорит, нет, абсолютно, мы не придавливаем, мы только даем деньги, вот это политика государства, делайте, что хотите. И есть опасность, что вот сейчас мы на пороге того, что будет принят закон о культуре, но вот я читал то, что вышло из недр администрации президента, и, по-моему, этот проект концепции закона о культуре делали все те же люди, которые считают, что, значит, должны цвести все цветы, что никак государство не должно вмешиваться в творчество, что имеют право люди творческие на любую трактовку исторических событий, всего-всего-всего, ну, так мы, к чему мы придем? Вам виднее, к чему мы придем, это вопрос риторический. с этой же дорогой, то мы придем, ну, к чему? К деградации полной, и сейчас она идет, и мы это видим, и то, что тогда, там, 30 лет тому назад, там, Ельцин отдал это все на самоокупаемость, сами там, вы с собой разбираетесь, у нас и так полно проблем. Мне любопытно было, вы, когда говорили о своем диалоге с министром, почему-то не назвали его фамилию. Почему? Это тоже какая-то самоцензура у Николая Бурляева. Ну, понимаете, в чем дело, этот человек, к удивлению моему, и до сих пор действует во власти, поэтому, ну, Побаиваетесь? Нет, и нет, я же ему прямо говорил, я же требовал его отставки у нашего президента, подписывал документы. Ну, кто это? Я просто заинтриговал. Вместе с Михалковым, с Сверидовым, Распутиным. Это швыдкой. Он огромный ущерб нашей культуре нанес. Очень большой ущерб. И потом история все оценит, и он, в общем-то, будет оценен, этот человек, и его роль в распаде нашей культуры. Он уничтожил детское кино, он подписал приказ о ликвидации киностудии детских и юношеских фильмов. Ее нет. Свято место пусто не бывает. И поэтому наши дети сейчас, они воспитываются на вот, как раз, вот той вот заморской, а на заморском чужей бесии. Образы там Гарри Поттера, циклопы, монстры и так далее. Вот на чем они растут. А нашего детского кино у нас нет по-прежнему. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция». Возвращаясь к культуре, вот сидел на вашем месте Бурляев и говорил, что вот вы просто разрушитель. Да, разрушитель. Дьявол. Нет, не говорю слово «дьявол». Слово «дьявол» нет, но посыл был такой, что в целом вот... Что я разрушил русскую культуру. Да, нанесен непоправимый удар. Вам очно доводилось вступать в полемику с ним? А зачем? Ну как? Ну, все-таки... Ну, а зачем? Ну, а зачем? Это переубедить невозможно. Это бессмысленно. Я же знаю, что невозможно переубедить. Понимаете? Факты, аргументы. Здесь не действуют никакие. Не работает ничего. Понимаете? Дело в том, что это субъективное ощущение. Мы не сходимся. Я не скрываю, что я не столь консервативен, как уважаемый экспонент Бурляев. Ну, у меня несколько иные подходы к культуре, да? Я не сторонник однохромности в культуре. Совсем. Когда я был министром, о чем, наверное, не было сказано, мы поддерживали всех. Мы поддерживали и наш современник, журнал, и Василия Ивановича Белова, и Распутина. И все такие консервативно-православные, скажем так, издания. Но одновременно мы поддерживали Новый мир, юность и так далее. Потому что я считал, что, в принципе, культура, все, что в рамках конституционного поля, государство должно поддерживать. Это первое. И второе. Я всегда говорил, что министр культуры не имеет права на эстетический вкус. Он не должен свой эстетический вкус навязывать деятелям культуры. Это вообще не его работа. У него совершенно другая работа. Совсем. Ему важно сохранить фундаменты. А фундаменты русской культуры и российской культуры, это, конечно, с моей точки зрения, помимо памятников культуры, в том числе и религиозных, что очень важно, это художественное образование, которое является вообще одним из таких высших, может быть, нематериальных ценностей России. Художественное образование, которое в России сложилось где-то с начала 19-го столетия, оно во многих отношениях потом трансформировалось в советскую систему, но оно дает невероятно ценные результаты. Я имею в виду, прежде всего, непрерывность образования, то есть, когда ребенок начинает заниматься каким-то профессиональным делом в 5-6-7 лет, будь то хореография, исполнительское мастерство на каком-то инструменте, и даже рисование, это не относится к театру, к драматическому искусству, но у нас потрясающие школы, равным которых нет в мире. Это серьезно. До сих пор? Ну, я думаю, что в каких-то сегментах да. В каких-то сегментах да. Это связано с тем, что был отток большой педагогов, причем педагоги уезжали не только на запад, но и на восток, и взрыв, скажем, исполнительского искусства среди молодежи в Китае, в Корее, это русские педагоги, исполнительные на фортепиано, скрипках, и так далее. Русские педагоги оказали огромное влияние на развитие музыкального искусства этих стран. Что касается театрального дела, то я думаю, что Россия дала все-таки миру методику Станиславского. То, что у нас называют системой, а то, что он написал свою книжку «Моя жизнь в искусстве» на английском языке, ну, она вышла впервые, на русском написал, но она вышла впервые на английском языке, и там было... Ему заказали, когда художественный театр был в Америке, и оказал огромное влияние на американское вообще искусство, до сих пор это признается и до сих пор существует, ему там заказали написать книжку, он сказал «Моя жизнь в искусстве», там было слово «метод», «the method», а не «система». Это разные вещи, система – это Гегель, это оконченное все, а метод – это очень живое, и, конечно же, знаете, можно там говорить о том, что там художественный театр, как считает Иоанна Александровна Вишневская, вообще закончился в 29-м году, потом уже было такое доживание, можно сказать, что он там переживал разные периоды, но метод, вот то, как воспитывать актера, это было и до сих пор осталось тем, чего не умеют делать вообще в большинстве стран мира, поверьте мне. У нас разные школы с французской системой, французской консерватории, по-другому совсем готовят актеров, но наш метод очень как бы продуктивен для многих. Я не потому, что, так сказать, я сейчас не хочу никому сказать, что Россия родина слонов, нет, но это факт. То же самое относится к большому балету. То, что мы умеем воспитывать танцовщиков для классического балета, так, как нигде в мире, и то, что там, скажем, труппы большого театра балетная не имеет равных по-прежнему, это факт тоже. У нас там другие, можно спорить о нашем художественном образовании, изобразительное искусство там и так дальше, но это тоже не факт, потому что у нас другая методика, чем в ряде стран мира, но она формирует художника-профессионал очень серьезно. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая революция».